По новым правилам фудкорт хоть и на время превратился в ресторан. Посетители обслуживают официанты, встречают, провожают до столика и предлагают электронное меню. Клиент наводит камеру своего смартфона на специальный QR-код и делает заказ. Официанты и повара работают в масках и перчатках, обрабатывают все столики после каждого посетителя специальным хлоросодержащим веществом. Да, мы относимся к этим мерам с пониманием, потому что если мы будем все это соблюдать, то скорее получится победить ковид. Соблюдение новых требований безопасности ежедневно контролирует руководство торгового центра. На фудкорте, где сегодня проходил профилактический рейд, площадки арендуют 25 ресторанов, как федеральной, так и местной сети. Мы мобилизовали все наши силы, в этом участвуют как администрация торгового комплекса, службы клининга, охраны. Постоянно проходят обходы, делаем замечания, если это необходимо. Ежедневно на проверку выходят и сотрудники районной администрации. Разметочка, я смотрю, у вас есть, а дезинфицирующие средства? Хватит. В Куйбышевском районе 408 предприятий, занимающихся торговлей и организацией общественного питания. В отношении нарушителей составили уже более 70 материалов, их отправили в Роспотребнадзор. Как правило, сотрудник администрации выносит предупреждение, заполняется чек-лист на указанный объект. На следующий день выезжает сотрудник администрации повторно, если замечание не устранено, составляется акт о выявлении нарушения, и направляется в полномоченный орган. Нарушителям в итоге грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова